здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас в работе автомобиль volkswagen транспортер и мы будем останавливать на блок мониторинга vega mtx мы подключили наш мониторинговый блок к автомобилю подключили плюс минус сжигания подключили первую каншину к салонной шине автомобиля вторую каншину мы подключили к моторной шине теперь мы видим конфигураторы все данные которые считывают скан шины теперь давайте рассмотрим сам процесс чтения данных скан шины нашего volkswagen для начала работы с блоком открываем конфигуратор нажимаем соединиться конфигуратор может осуществить соединение с блоком как удаленно по tcp так и через usb в нашем случае это будет юсб после соединения необходимо загрузить настройки блока в конфигуратор нажимаем кнопку загрузить настройки загружены переходим во вкладку can scanner нажимаем кнопку аппаратные настройки can появилось окно с настройками как мы видим каждую из трех каншин нужно настраивать отдельно сейчас мы подключили блок к двум каншинам автомобиля первую мы подключили к моторной шине у нашей модели автомобиля скорость данных на моторный каншине 500 килобит в секунду такую скорость и выставляем в настройках и режим на работу установим нормальный чтобы мы могли и принимать сообщения и отправлять вторая каншина у нас салонная у нее скорость 100 килобит в секунду режим работы также устанавливаем нормальный третью каншину мы не используем поэтому у нее режим будет выключен нажимаем ok дальше нам нужно настроить отображение данных с каншины так как то эти интерфейс у нас не используется он и выключен в данном примере будем искать данные открытия двери для этого будем использовать салонную шину поэтому чтобы не нагружать устройство отключим первую шину будем работать только скан 2 салон нажимаем окей запускаем мониторинг параметров можно настроить отображение в каком виде будут приходить данные выберем hex для начала и сейчас будем открывать водительскую дверь и смотреть как меняются данные в потоке то есть сканер в реальном времени отображает данные скан шины и нам нужно открывать водительскую дверь и смотреть что при этом синхронно с нашим действием изменилось в потоке данных сейчас мы открываем и закрываем дверь обращаем внимание вот на этот параметр при открытой двери он равен единице при закрытой двери ноль таким образом мы нашли состояние положения водительской двери дальше чтобы передавать эти данные на сервер необходимо создать датчик для этого выделяем строку где находятся нужные нам данные и нажимаем кнопку создания кан датчика известная информация автоматически заполняется в таблице назовем этот датчик дверь водителя дальше идет стандартный или расширенный формат кадра здесь нам нужно установить позицию в поле данных с которой будем считывать значение датчика мы выяснили что признак открытия двери передается в первом байте поэтому указываем первый байт ставим номер бита с которого будем считывать данные и длину поля данных задаем тип переменной которая будет передаваться на сервер вот в таком виде данные будут передаваться на сервер в виде логической переменной единицы либо ноль здесь задаем идентификатор внутренний который потом будет настраиваться на сервере также можно посмотреть визуализацию того что мы сейчас настроили на ней видно какой именно бит выбран в качестве датчика а также текущее значение нажимаем ok и сохранить данные чтобы наш кан датчик сохранился в памяти блока после этого можно зайти в раздел кан датчики и вот мы здесь видим наш датчик открываем дверь единица закрываем дверь видим ноль таким образом можно вычислить многие параметры скан шины что особенно актуально если у вас редкая модель авто или техники для которой не существует стандартных спецификаций спасибо за просмотр